Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 17 апреля и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня с утра мы видим уже торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, 11 апреля, что, в свою очередь, подтверждает продолжение восходящего тренда с целями роста в области 1.2537. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 13 апреля, в пятницу на уровне 1.2305. Пара британский фунт-американский доллар также сегодня с утра уже обновляет локальный максимум, максимальные значения, которые были зафиксированы вчера, что открывает предпосылки для дальнейшего роста в области 1.4525. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.4229. Пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция сохраняется восходящая. По паре американский доллар-канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Ближайшие цели – это уход ниже минимальных значений прошлой торговой недели, а именно уровня 1.2545 и движение по направлению 1.2433. Отмена данного сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1.2628. Пара американский доллар-японская иена корректируется в третий день подряд. Снижаемся от максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу 13 апреля, от уровня 1.1777. Но общая картина пока остается восходящей, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1.1663. Это минимальные значения, которые были зафиксированы 11, 10 и 9 апреля. По паре австралийский доллар-американский доллар основная тенденция также сохранится в восходящей. В ближайшие цели роста – это обновление максимальных значений конца прошлой недели, уход выше отметки 1.7809 и далее движение по направлению 79.23. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 12 апреля на уровне 77.38. После преодоления максимальных значений пятницы данный уровень будет смещен уже на минимальные значения понедельника, вчерашней торговой сессии. По паре евро-фунт на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимальных значений пятницы и понедельника и движение по направлению 85.58. Отмена данного нисходящего сценария последует в том случае, если мы увидим обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник на уровне 86.67. Золото продолжает свой рост. Следующие цели – это обновление максимальных значений 11 апреля, уход выше уровня 1365 долларов за тройскую унису, ну и далее движение по направлению 1382. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях 10 апреля – это отметка 1331 доллар за тройскую унису. По нефти марки Brent у нас несколько дней сохраняется боковое движение с верхним диапазоном 73.58 и нижняя граница – это 7104. Основное направление остается восходящее, поэтому ближайшее предполагаемое движение – это возобновление роста в область 75. Ну а в том случае, если мы увидим закрепление ниже уровня 71 доллар за нефть марки Brent, то мы можем ожидать следующего коррекционного импульса по данному активу. Но пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция сохраняется восходящая. По индексу DAX также рост сохраняется. Ближайшие цели – это обновление максимальных значений понедельника, уход выше уровня 12555 и движение далее по направлению на 12900. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях прошлой недели – это уровень 12259. Биткоин сохраняет тенденцию восходящую. Вчера мы обновили локальный максимум, доходили до отметки 8388 долларов за тройскую унцию. К концу торговой сессии мы увидели коррекцию до уровня 7872. Но на текущий момент отмечаем минимальные значения в области 7772 в рамках часового таймфрейма, как ближайший разворотный уровень. Пока торгуемся выше данного ценового диапазона, основная тенденция сохраняется на укреплении с целями роста до 9300, ну и далее движение на 10700. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.